Леотрис Джой, американская актриса, популярная в эпоху немого кино. Леотрис Джоанна Зидлер родилась в Новом Орлеане 7 ноября 1893 года в семье стоматолога Эдварда Джозефа Зидлера и его супруги Мэри Джой Крименс, и имела австрийские, немецкие, французские и ирландские корни. Образование она получила в школе-монастыря Святого Сердца в Новом Орлеане, но была вынуждена бросить обучение и искать работу после того, как у ее отца обнаружили туберкулез, и он не смог обеспечивать семью. В 1915 году Джой была принята на киностудию Нола Фильм Компани в качестве актрисы. Ее мать не одобряла профессию дочери, но из-за финансовых трудностей была вынуждена отступить и вскоре сопроводила ее в Калифорнию, где Джой продолжила свою актерскую карьеру. Первой из своих киноролей она сыграла в серии короткометражных комедий студии United States Motion Picture Corporation, где ее героиня Сьюзи, пульсивная молодая энтузиастка, попадает в различные юмористические истории. Ее карьера быстро набрала обороты, и к 1920 году она стала довольно успешной в Голливуде актрисой, снимаясь в компании таких звезд, как Мэри Пикфорд, Оли Сбери и Ниттан Альди. На фоне других кинозвезд в той эпохе Джой выделялась своим мальчишеским образом с короткой стрижкой, которая вскоре стала довольно модным среди женщин того времени. С ростом популярности для актрис Джой заинтересовался Сесил Демиль, который пригласил ее в киностудию Paramount Pictures. Актриса сыграла в нескольких фильмах Демиля, среди которых «Непредумышленное убийство» 1922 года, «Десять заповедей» 1923 и «Триумфа» 1924. Карьера Джой начала идти на спа с появлением звукового кино. Причиной тому стал тяжелый южный акцент актрисы, который в то время считался немодным по сравнению с изысканной дикцией актрисы Восточного побережья. В 1922 году Леатри Джой вышла замуж за популярного актера Джона Гилберта, от которого двумя годами позже родила дочь. В том же году она подала на развод, сославшись на алкоголизм Гилберта. После этого актриса еще дважды выходила замуж, но оба брака в итоге распались. С 1929 года Джой уже не числилась в штате какой-либо киностудии, появившись в дальнейшем всего в пяти кинокартинах, включая «Когда молодежь сговаривается между собой» с 40-го года. И «Любовное гнездышко» 51-го. В 1960-м актриса переехала в город Гринвич, в штате Коннектикут, где поселилась у дочери с зятем. Многие годы Джой увлекалась христианской наукой, и последние годы своей жизни она провела в доме престарелых сторонников данной доктрины в Нью-Йоркском районе Бронкс, где умерла от острой анемии 13 мая 1985 года, в возрасте 91-го года. Ее вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее «Слава». Продолжение следует...